им привет ну вот и наступил тот момент значит обновление 33.2 наконец-то вышла в свет вот когда проводился тест я конечно смотрел все что там было в этом обновлении в трансляции на вазде мы это все посмотрели конкретно прям прошлись по пунктам вот но так как мало людей было на трансляции толком никто не зашел поэтому собственно придется здесь все это сделать заново вот однако некоторые моменты я постараюсь как-то сократить быстро и понятно перерассказать ну в общем но случае видеоролик получится длинный довольно и душного ты поэтому уж извините но тут никак обновление довольно таки большое значит давайте смотреть что у нас вообще есть раскроете тайны единого кольца путешествие по заросшим тростникам болота сон флита и вересковым пустошем кардалана отправляйтесь вместе с боромером в ривенделл столкнись с королем колдуном и назгулом в их погоне за бэггинсом и мирной землей шир когда тень начинает изливаться из земли мордор исследуйте два новых региона с новым уровнем прокачки от 1 до 32 и более узнаете больше о нашем предстоящем минимум расширение лад на лотра . ком это понятно в общем то это говорит о том что начался предзаказ перед тенью или как называется это дополнение но об этом потом теперь доступны новые комбинации классов мы расширили ваши возможности для комбинации классов следующим образом персонажи гномов и твердорубов теперь могут стать рыцарем и стражем персонажи эльфы и высших эльфов теперь могут стать взломщиками персонажи хоббитов теперь могут стать чемпионом и хранителем мудрости к сожалению с теста это не исправили но я имею да не изменили все так и выкатили персонажи мужчины теперь могут выбирать класс хранителя ром ну не мужчины а в смысле и люди так тут далее говорится о фестивале конкретно новые косметические косметические предметы были добавлены в игру в рамках подготовки к фестивалю harvest масс в этом году который начнется в 10 утра по восточному времени 12 октября и продлиться до 1 ноября ну короче это хэллоуин получается осенний фестиваль как я понимаю потому что самое время для него как раз далее у нас идет изменение по классам входящие исцеляющие дебафы применяем игроками теперь складываются друг с другом уникальные дебафы не будут складываться сами по себе это относится ко всем классам вот этого я не помню честно говоря на тесте ну ладно примечание некоторые входящие исцеляющие дебафы были уменьшены в силе значит бернинг жестокого возмездия набора брони жестокое возмездие теперь перечисляют используют бонусы набор из четырех предметов но это сет гонда бада рейдовый понятно браулер драчуны теперь получат правильные модификаторы battle ранг при входе в тентские высоты хорошо обновлено выпаде выпадания трофеев специфичных для браулеров как для библиотеки так и для школы в там мир дайн короче в инсты добавили их предметы эти узоры там или что дебаф скорости передвижения от метания предмета больше не действует на врагов не восприимчивых к замедлением это то есть метание кружки у браулера повышение уровня питания на тропе не совсем понял дождите-ка а все я понял это навык браулера который усиливает еду теперь работает с фистов анориен и супер фистов анориен понятно далее взломщик взломщики теперь начинают игру с двумя кинжалами в руках нанесение в бою критических ударов теперь правильно открывает цепочку критических навыков странно не замечал что взломщика там какая-то ошибка есть ладно исправлено что неожиданный удар игрока не умножался должным образом на урон разрушительные азартные к игры то есть все не ветки что-то там пофиксили хорошо поправили кровотечение хитрые атаки теперь должны правильно применяться повторно даже когда текущее кровотечение вот-вот истечет даже не знал что взломщика оказывается столько проблем есть так далее у нас идет получается рыцарь капитан рыцари твердорубов теперь могут открыть набор семейных реликвий для новичков крепкий топор ладно допустим рыцари теперь начинают игру с двуручным мечом диапазон благородных меток больше не уменьшается из-за ядовитой дымки понятно далее у нас изменение по воителю урон от коротечения глубоких ударов теперь должным образом увеличивается на втором и третьем ранга характеристики далее у нас идут просто гигантские изменения по министрелю я все это не буду разжевывать перечислять потому что за министрели я особо не шарю могу лишь вкратце сказать что концепт министреля стал точно таким же как и броулера то есть у него две ветки теперь всего лишь есть синий ахилл красный урон и в желтой ветке у него чисто таланты которые он может брать в обеих ветках там вспомогательные таланты бафы там какие-то хилки возможно дополнительно в общем до министреля сильно переделали так и немножко изменений по защитнику получается защитники твердорубы теперь могут открыть набор семейных реликвий для новичков твердорубов понятно ну короче какие-то коробки там я так понял и надсмотрщик какой надсмотрщик защитник начинает игру с копьем в руках теперь а начинал по моему с каким-то кинжалом или мечом да так далее теперь в интро атака странника теперь дает мантию в качестве награды за легкую броню интересно противники в гундабадской битве на чердаках lofts battle получается или в битве в кузнице больше не будут ошибочно награждать экспириенсом предметы экспириенсом валютой или добычей короче это инстанции дейлики чуть-чуть поднерфили победа над общедоступными инстанциями монстров которые постоянно возрождаются не предназначены для продвижения персонажа однако эти конкретные враги до сих пор не были настроены правильно это босса опять же в дейликах которые приходят после убийства определенного количества мобов различные боевые задания в гундабаде по-прежнему будут приносить опыт использование предметов и другие награды понятно немножко поправили дейлики далее у нас изменения по получению опыта легендарных предметов обнаружив ошибку в количестве очков опыта за легендарный предмет требуемом для отслеживания для ровар трека короче за легендарный предмет на различных уровнях мы внесли коррективы в общем изменение ускорит прохождение легендарной цепочки наград за предметы для персонажей большинства уровней для уровней 45 по 60 из 95 по 120 количество опыта легендарного предмета необходимого для прохождения по reward треку было уменьшено то есть теперь проще на средних уровнях и оформить для уровней 61-94 количество опыта легендарного предмета необходимое для продвижения было значительно уменьшена то есть еще сильнее для уровней 121 130 немного уменьшена на данный момент на уровнях 131 140 опыт легендарных предметов остается точно таким же но в будущем это будут уменьшать количество необходимого опыта вот и вся суть так далее у нас было очень много изменений в пвмп еще на тесте но вроде как потому что я вижу уже на окончательном варианте есть изменения в отношении теста ладно сейчас посмотрим общее изменение орка то есть как раз именно умирающая ярость превратилась в неумирающую ярость время перезарядки бессмертной ярости составляет 8 минут и требует чтобы орка было менее 50 процентов здоровья при активации он применяет эффект порчи который делает орка невосприимчивым к смерти короче вешается порог как у боссов который можно снять получается ударом снимающим пороки увеличивает урон уменьшает входящий урон и по истечении срока действия наносит 50 процентов максимального короче наносит урон в размере 50 процентов от максимума здоровья орка в качестве урона кроме того эффект обеспечивает увеличение исцеления на 2 процента при использовании всех навыков пока вы находитесь под действием бессмертной ярости если порог будет удален до истечения срока действия эффекта орг не получает эти 50 процентов урона а время восстановления бессмертной ярости уменьшится на 360 секунд то есть вот этот расовый скилл который ярость после которой умирает орг ну вот его апнули изменения на заставе за каждую заставу который контролирует игроки монстр они получают 20 процентный бонус заработанные славе понятно и похвале а также 45000 искусности за каждый ван пост который контролирует свободные игроки они получают 20 процентный бонус к славе и все изменения в башнях то есть именно в крупных заставах луга за кто ласкарнин нет не то ласкарнин лугазак и этот тире троу ну лесопилка там от этого все час не это за каждую башню или лагерь которые контролируют игроки монстры свободные игроки не получают 25 процентов бонус ну то есть на 5 процентов больше чем с маленьких застав касательно таллас карнина конкретно зато ласкарнин теперь 50 процентный бонус славе или позору идет но то есть ласкарнин центральной крепости самая крутая теперь никаких других бонусов но это понятно изменение артефактов то есть здоров которые можно воровать когда игрок монстр управляет своим артефактом то бишь осколком короны мардерита он получает плюс 5 процентов ко всей защите плюс 5 процентов ко всему урону плюс 50 процентов к зарабатываемой репутации и очкам благодарностей повышенную ловкость на 180 тысяч тут искусность имеется ввиду до инесс и снижение затрат энергии на 2 процента но это ерунда когда свободные игроки контролируют свой артефакт дарка рака да получается этот похоже на липю на коровью лепешку ну короче улей они получают 2 процента ко всей своей защите 50 процентов к славе и благодарностям а также снижение затрат энергии на 2 процента то есть у крипов конечно бафы покруче мы обновили внешний вид для нового внешнего вида паука доступно в магазине лотро понятно за лотропойнт и теперь внешний вид это внешний вид гамна голового паука кожа белого ручного варга в тенских высотах была изменена случайным образом мы вернули правильный скин понятно все карты для тенских высот для грэма вернее прошу прощения теперь имеют 60 60 секундную перезарядку то есть раньше игрок начинала с картой с перезарядкой в один час игрок монстр возвращение в грэм теперь одна минута это делается для того чтобы устранить проблему с удалением карты из первоначального задания вот то есть теперь проще не надо теперь выполнять стак заданий чтобы получить хорошую карта на у нас у вас сразу будет настройки дерзости ну храбрости то есть и дюкейши и дюкейте или как он правильно короче статы тенский были удалены из игры что а это настойки то банки все понял думал храбрости не убрали из игры ты думал что за бред нет все нормально это просто банки убрали это было и на тесте да поскольку они искусственно завышали стоимость храбрости будучи активным для игроков монстров до типа если вы использовали банку то для покупки у вашего тренера храбрости так как это пассивный стат вам требовалось больше очков так как искусственно типа повышен уровень но понятно если вы используете один из них а затем пытаетесь тренировать храбрость вы платите на 5 уровней больше да вот за это и речь неправильно названная и правильно названный порог передавал ложную информацию о пороке которая была предоставлена игроку монстру при покупке предмета третьего уровня черта вернее не порог это было всего лишь текстовая ошибка и была присвоена правильная черта сейчас мы исправили этот текст понятно короче какая-то мелочь там закфра совратитель варгов не совратитель варгов тут просто перевело так тренер варгов в грэме был наказан короче что-то там с ним сделали с этим тренером ну ладно начинали изменения в игром классе монстров обновление увеличивает базовую статистику игрока монстров до эквивалента экипировки 480 уровня то есть потянули все активные статы ну и пассивные тоже крипом потому что фрипом вводят новую экипировку там рейду не рейдовую уровень и квипа повышается крипы все также слабые по крайней мере раньше были сейчас не знаю надо тестить добавлять следующие изменения каждому классу все классы игроков монстров получают плюс 25 процентов к здоровью это было на тесте значит касательно ривера плюс 5 процентов база урона в ближнем бою ему добавили осквернителю плюс 5 процентов база урона в ближнем бою и 5 процентов база урона от магии черные стреле конечно же увеличили на 5 процентов урон и в ближнем и в дальнем вожаку на 10 процентов увеличили от тактического урона и от ближнего боя получается варгу на 5 процентов в ближнем бою плюс 15 процентов к тактическому урону да а пауку просто на 5 процентов базовым или урон увеличили все теперь пройдемся конкретно по каждому классу без каких-то визуальных изменений потому что видеоролик затянется в смысле без визуальной демонстрации чисток прочитаю вот значит касательно ривера какие у него изменения он подвергся больше всех изменениям и теперь он намного лучше чем был раньше теперь скилл таймаут устраняет три негативных эффекта и на короткое время уменьшает как исходящий так и входящий урон вместо того чтобы восстанавливать силу да неплохо очень обновили скилл теперь он крутой талант улучшенный зазубренный порез теперь также немного увеличивает интенсивность кровотечений от рваных ран и увечий от двух навыков новый талант обоюдоострые лезвия добавляет шанс для внезапных ударов опустошения и сокрушительного удара для повышения уровня бафа порока безрассудный ближний бой наносящего плюс 2 процента входящего урона по риверу но при этом дающего плюс 8 процентов урона от навыков самого ривера то есть мы на 2 процента больше получаем урона но на 8 процентов больше наносим это вот новая система пороков как раз и у ривера будет этот порог то есть его можно будет снять ударом снимающим пороки этот баф максимум 5 уровней имеет то есть можно получать на 10 процентов больше урона но зато на 40 процентов больше его наносить но опять же фрипы будут снимать это все поэтому 15 процентный шанс получить эффект за каждый удар нанесенный каждый из каждым из этих навыков ну перечисленных в то время как таланты разделяющий удар гарантированно повысит уровень безрассудного ближнего боя этот эффект является искажением пороком и может быть уменьшен или рассеян свободными народами ну то о чем я говорил как раз разделяющий удар теперь уменьшает броню цели и физическое ослабление на 60 секунд урон от ударной раны со временем значительно увеличился бросок клинка теперь замедляет цель на 20 процентов на 10 секунд но если вы берете улучшенный бросок клинка имеет он 50 процентный шанс сбить цель с ног и увеличивает замедление до 40 процентов на 15 секунд то есть усиливается замедление и шанс к нокнуть цель появляется 50 процентный это первый контроль у ривера по сути у него не было станов до этого усиленное превосходство улучшает повреждения что также приведет к тому что наступательные навыки уменьшит большую часть времени восстановления ваших активных навыков к навыкам время восстановления которых сократиться относятся разделяющий удар трепка разоружение разрубающий удар бросок клинка пронзания разрушительные удары нанесение увечий атака теперь становится порывом когда вы вступаете в бой значит скилл раш это получает стапок ривера дает вам плюс 50 процентов к скорости передвижения на 6 секунд но не даст вам иммунитета контролю или замедлением то есть это сделали получается тапок двухсторонним с одной стороны мы можем получить иммунитет и получить 200 процентов к скорости но это если ривер находится вне боя если в бою то только 50 процентов к скорости на 6 секунд вот и без иммунитета жажда крови теперь будет очищать физические эффекты или раны увеличивая силу бафа за каждый очищенный эффект ценой боевого духа вот так у нас получается область эффекта зазубренный разрез была слегка скорректирована дуга то есть удар который по массе там анимация орг ривер бьет перед собой немножко радиус удара изменили а бонус на урон от пронзания теперь корректно получает бафы изменяющие урон от навыка опустошителя то есть ривера но опять же когда я стримил тестовый сервер на везде что было ошибкой там и мы это все смотрели разбирали конкретно каждый скилл значит далее что у нас по аптеке он же д филлер аптеке дали две стойки то есть аптеке теперь есть стойки выкрикивающий проклятие первая стойка уменьшает исходящее исцеление но увеличивает исходящий урон уменьшает время подготовки навыков тыквы и проклятие отключает выцветание изменяет грибковое цветение применяет 30 секундный баф ядовитое цветение который увеличивает силу урона с течением времени восстановление фэлла становится гибелью севера значит этот скилл из себя представляет следующее наносит урон от мороза и применяет страх который отсчитывается в течение пяти секунд ну короче вешает эффект на который по течению по истечении пяти секунд наносит еще дополнительный значительный урон от мороза то есть аптека теперь может морозом бить своих врагов ну там один скилл всего вроде но все равно при очистке эффект наносит гораздо меньше урона если этот эффект почистить понятно грибковые споры становятся жалящими спорами жалящие споры наносят небольшое количество кислотного урона а также кислотный урон с течением времени накопливаются до трех раз на цели а выход из позиции выкрикивающие проклятие наносят завершающий дебаф который уменьшает исцеление на сто процентов на 15 секунд вы можете принимать стойку выкрикивающего проклятие только вне боя а то есть аптека не может прям в бою менять стойки забавно этого я не заметил в тесте новая еще одна новая стойка получается трава нежность как бы это ни звучало тупо но так перевело увеличивает исцеление но уменьшает урон то есть у нас две стойки для аптеки dd и hill принципе это понятно навыки исцеления дают возможность усилить эффект оживленной порчи на союзниках увеличивая урон уменьшая скорость атаки увеличивая поступающие исцеления ну короче бафы бафы на урон для союзников проклятие становится полезными навыками которые наносит урон союзникам перевело ну короче позволяют усиливать до урон союзников проклятие вялого сердца становится благом почерневшего сердца плюс 15 процентов к наносимому урону дает проклятие гнилой плоти становится благом ядовитой плоти минус 10 процентов входящего урона дает проклятие смертельных скорби становится благом для израненных в битвах увеличивает броню смягчение от белериан ского типа урона смягчение от света и рейтинг сопротивления помазание скользкой плоти теперь удаляет один физический или тактический эффект с аптеки ну то есть снятие дебафов вот и все просто добавили этому навыку эффект это навык который критическую защиту по бафает на какое-то время на 5 минут кажется вот теперь снимает еще дебафы находясь в позиции в стойке нежная трава помазание скользкой плоти становится целевым навыком и может снять до двух физических тактических эффектов с каждого члена группы в области вокруг вашей цели массовое снятие дебафов получается постоянная боль теперь наносит значительно больше урона и значительно меньше исцеляет сила дебафа проклятие литургического сердца немного увеличилась проклятие смертельных скорбей теперь уменьшает судьбу противника ну под судьбой подразумевается стат фейт вот то есть вера это понятно тактическое мастерство ценность рейтинг брони короче сопротивление и искусность до проклятие меланхоличного сердца теперь уменьшает исходящее исцеление на 50 процентов мощный дебаф базовые подготовки навыков тыквы увеличены до двух с половиной секунд но это в стойке на в стойке именно хила то есть боевые навыки будет сложнее применять липкая тыква теперь увеличивает время подготовки навыка на 70 процентов с 20 но теперь это очищаемый эффект яда улучшение вызванных мох обычные вызываемые мухи из чумы мух теперь длятся 10 секунд и наносят меньше урона но имеют больший боевой дух и значительно увеличенный шанс уклонения при попадании в ловушку улучшенная мухи теперь длятся 20 секунд по сравнению с 30 секундами но имеют большой дебаф с шансом промаха а больше дебаф то есть они дебаф накладывают еще и шанс промаха увеличены понятно больше боевой дух и еще больший шанс уклонения но это понятно время подготовки выцветания увеличена с одной секунды до двух стоимость морального духа падшей жертвы увеличена до двух процентов от максимального морального духа значит талант усиленное проклятие липких ног теперь уменьшает смягчение от огня и соответствующее количество тактических смягчений для 140 уровня однако дебаф теперь является эффектом очищаемым то есть теперь его можно снять а дебаф скорости передвижения от проклятия липких ног увеличивается на 15 процентов когда вы находитесь в стойке выкрикивающего проклятия то есть в dd стойке замедление сильнее исправлены некоторые устаревшие неправильные всплывающие подсказки так теперь изменения касательно моего класса main да то есть черной стрелы новый любитель короче новые получается баф пороков добавлен стой во весь рост он называется дает плюс 5 процентов урона от навыка плюс 2 к максимальной дальности стрельбы и минус 3 процента к продолжительности подготовки за уровень уровне максимум 33 уровня максим то есть 15 процентов урона 66 метров дальности стрельбы минус 10 процентов к подготовке навыков и продолжительность этого порока 15 секунд этот эффект является пороком и таким образом может быть россиян свободными народами да 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 значит изменили навык центр это снова направляемый навык поднимайтесь по уровням стойте во весь рост за каждую секунду во время применения короче при применении навыка центр он работает как сбор концентрации у охотника только если у охотника собираются очки его концентрации при применении то здесь мы как бы накапливаем настакиваем себе этот порог стой во весь рост который до теперь ежесекундно восстанавливает боевой дух вместо того чтобы пытаться истощить свою собственную силу улучшенная жизненно важная цель это же втшка ну то есть аналог выстрела в сердце у чеса добавит один уровень к пороку стоять во весь рост то есть с помощью же втшки можно этот дебаф ну обновить да то есть 15 секунд на исходе используйте животы и он заново вешается сразу третьего уровня получается так как не успел слететь жизненно важная цель теперь наносит немного меньше урона а вот этого не было на тесте то есть жива тэшку мне порезали какого хрена но хотя учитывая что бафы теперь есть от пороков но опять же это больше гемора сильная тяга теперь наносит больше урона повышает уровень 100 его весь рост и имеет 12 секунд перезарядки за пределами застрельщика ну это навык стронг пол получается да на английском он называется значит далее steadfast bearage скилл той стойкий шквал увеличивает дальность стрельбы до 40 метров и наносит больше урона за тик в течение 6 секунд там еще можно во время нанесения этого урона передвигаться правда очень медленно но все же время перезарядки теперь у этого скилла 20 секунд там нормальный урон выходит теперь в баррикаде есть смысл использовать улучшенные стойки заградительный огонь дает шанс нанести критический удар увеличит урон за тик в течение 8 секунд им правит стат фаст баррич короче понятно на 2 секунды дольше длится время перезарядки теперь 20 секунд но и урон возможно выше а и плюс шанс критический удар нанести повышается да значит скилл тангл шот теперь наносит входящий дебаф исцеления минус 30 процентов круто время перезарядки тангл шота теперь составляет 20 секунд я не помню сколько было к сожалению ну ладно 20 так 20 урон от ловушки и огненной ловушки уменьшим черт возьми а а вот это мне уже не нравится ну от ловушки ладно она чисто как рот повесить нужно а вот огненная ловушка это был самый домашний скилл чеса ну наверное остается на то что его порезали это печально урон немного увеличен науков порез рано то есть кат гаш ну гаш кстати я использую так как там если улучшенный гаш использовать он станет навык ближнего боя препятствующий выстрел то есть хиндеринг шот цветок смерти ну то есть не видеть их стрел месть ревенж кричащие стрелы в твоем лице и нерфейс и запутанный выстрел тангл шот увеличена короче немного урон от этих скиллов ну ладно хотя бы так взрывная стрела теперь корректно наносит урон по области после обратного отсчета да и кстати замечал она как-то не так немножко работала теперь видимо нормально будет работать обратный отсчет взрывной стрелы теперь длится 2 секунды а был опять по моему нормально и является эффектом ранения очистка раны и предотвратит нанесение массового урона но все равно нанесет полный урон первоначальной цели а то есть можно избежать именно масса урона этого эффекта но цель в которую вы стреляли все равно получит этот урон дальность поражения взрывной стрелы увеличена до 7 метров было по-моему 5 ну короче немножко взрывную стрелу от 0 и надо будет посмотреть на кстати если я не поленюсь я вставлю тайм-коды все в описании под видео получается да чтобы вы там каждый мог допустим отдельно свой класс посмотреть кого что интересует так далее у нас изменение вожака за которого я не особо много играл но чуть-чуть играл командный пункт теперь увеличивает все мастерство на 25 процентов ну то есть физическое тактическое знамя ужаса теперь также включает в себя уровень ужаса при его вызове то есть как у фрипов получается на боссах да там фрипы начинают их бояться то есть красный глазик на карте вот это вот все дебаф от знамени террора теперь уменьшает физическое мастерство они тактическое знамя ужаса теперь также включает в себя три уровня ужаса при его вызове дебаф от знамени ужаса теперь снижает рейтинг тактического и физического мастерства дальность действия угрожающего рева увеличена до 20 метров а общее количество целей увеличено до 6 дебаф от угрожающего рева теперь накладывается на цель только три раза а также снижает сопротивление страху на на 5 процентов урона черной речи увеличен урон от расщепления немного увеличился и теперь имеет небольшую область действий нанося урон по трем цели по трем целям это навык клифф получается английском урон от перелома значительно увеличился fracture скилл называется талант увеличение урона теперь дает плюс 25 процентов урона они 3 процента талант наделение силой теперь имеет значение тактического мастерства соответствующие 140 уровню а ее кофе за а ее коэффициент усиления в бою изменен на коэффициент сопротивления так что у меня горло немножко начинает профигевать чистка больше не выводит союзников и скрытности вот это прикольно при активации чистки теперь дает 6 секунд иммунитета к контролю ну 6 секунд контролю короче когда используется талант сила без страха перелом теперь дает вам баф без подготовки независимо от того поражает ли он вашего врага но это пом следующий навык типа требующий подготовки будет без подготовки вроде так это выглядит талант грубый язык теперь также уменьшает подготовку исцеления на 15 процентов стойка броулера теперь корректно уменьшает исцеление для всех навыков исцеления чадали у нас изменение паука улучшенная цепляющая паутина теперь корректно применяет как первоначальный дебаф промах так и дополнительный дебаф уклонения и парирование ядовитая дымка теперь имеет максимальную дальность действия 40 метров и уменьшает дальность действия навыков игрока вражеского на 15 метров смертельный поцелуй теперь наносит немного больше урона в начале и наносит значительный урон через 10 секунд время презрятки увеличено до 10 секунд эффект скрытого урона смертельный поцелуй может наносить до трех ударов по цели одновременно и способен нанести критический удар не кросс теперь снижает рейтинг сопротивляемости целей на 120 тысяч талант стальные нити теперь увеличивает льготный период для ваших корней до 3 секунд базовый урон н веном увеличен дар шелоп уменьшен с полного исцеления до 1 3 исцеления сила исцеления дара шелоп уменьшена это понятно дар шелоп теперь дает 5 единиц яда и увеличивает точечный урон на 15 секунд то есть по одной цели как я понял время восстановления дара шелоп увеличена до 30 секунд эффект точечного урона от подарка шелоп увеличен с 20 процентов до 50 процентов навык пир теперь восстанавливает боевой дух в случае поражения а не силу верни не силу энергию имеется ввиду ядовитый спрей теперь можно использовать против энписи значит изменение петов базовое здоровье детеныша увеличена на 15 процентов смягчающие факторы увеличены на 20 процентов сильный выводок теперь дает плюс сто двадцать пять процентов здоровья минус десять процентов энергии плюс пять процентов скорости атаки плюс двадцать пять процентов урона в ближнем бою плюс двадцать пять процентов шанс критического удара и плюс пятнадцать уклонению к рейтингу уклонения выводок ски тот дает 50 процентов здоровья 15 процентов энергии плюс десять процентов к скорости атаки минус двадцать пять процентов урона в ближнюю бою плюс 35 процентов урона на дальнем расстоянии плюс 25 процентов шанс критического удара и плюс 10 процентов к рейтингу уклонения новое умение очищение теней стоит три яда может использовать до 3 отрицательных может снять вернее снять короче до 3 отрицательных тактических эффектов песни или крика сам паук исцеляется на небольшое количество за каждый потребленный эффект то есть снимает пороки себя ну дебафы и за счет них восстанавливать здоровье я понял далее токсичный панцирь был слегка переработан эффект от ядовитого панциря теперь со временем уменьшается начальный уровень зависит от количества потребленных очков яда эффект уровня 5 теперь составляет в минус 25 процентов входящего урона от атаки 80 процентов отражает урона сила входящего урона уменьшается на 5 процентов за уровень а сила отражения уменьшается на 10 процентов за уровень общая продолжительность и время восстановления немного увеличились максимально возможная продолжительность 25 секунд время восстановления 90 секунд полторы минуты этот эффект теперь является пороком что означает что он может быть уменьшен или рассеян свободными народами токсин теперь уменьшает входящие исцеление вашей цели на 20 процентов в течение 10 секунд колющая так и теперь дает два яда значение урона от n веном вирулентного яда и ядовитого аэрозоля теперь корректно увеличиваются на все соответствующие эффекты усиления время перезарядки поймай добычу уменьшена до 5 секунд поймай поймать добычу теперь увеличивать дебаф входящего урона в ближнем бою 1-5 процентов на вашей цели в дополнение к ее первоначальным эффектом и также поймать добычу больше не будет отключаться когда на паука действует способности контроля так но и осталось посмотреть варгам что из себя теперь представляет варг значит стойка живодера пузырь от живодера бабал теперь составляет семь процентов от максимального здоровья в позиции истребителя в позиции истребителя она короче живодер тот же имеется ввиду понятно короче в стойке живодера свайп становится жестоким свайпом и применяет эффект повреждения которые увеличивают вероятность запуска бонусных эффектов грубой силы на 50 процентов брутальные клыки стойкой истребили истребителя опять же этого живодера а теперь уменьшает блок парирование и уклонение на 25 процентов а при нанесении бонус на удара брутал уменьшает броню на 25 процентов в течение 45 секунд но это довольно много на самом деле так что у нас тут дальше улучшенная броня летуна и смягчающие бафы были добавлены в базовый баф летуна талант улучшенный летун теперь дает минус 10 процентов входящего урона в ближнем бою на дальней дистанции плюс 5 процентов уменьшение урона в билирианде и плюс 20 процентов угрозы не летуна опять же живодер я понял охотники за стаей версия без тени без живодеров на теперь увеличивает входящий урон по цели на 5 процентов и уменьшает входящие исцеления на 50 процентов значит shadow pack пакет пакет теней переводится теперь уменьшает входящие исцеления на 25 процентов 10 процентов после выхода из зоны дебафа эффект усиления урона улучшенный боевой вой длится 25 секунд они 15 как раньше как я понял базовая скрытность больше не снижает скорость передвижения но базовый уровень скрытности снижен на 3 единицы талант улучшенная скрытность теперь увеличивать скорость скрытного передвижения на 5 процентов повышает уровень скрытности на 7 и увеличивает критический шанс атак и скрытности на 10 процентов немного увеличен урон от звериных когтей уменьшен вернее прошу прощения но немного увеличен урон от царапин и надрезов добавлен незначительный урон к первоначальным ударом навыка калечащий укус и всех версий свирепых клыков укушенный блохой теперь применяет начальное прерывание а затем импульсное прерывание к цели которая длится 15 секунд пульсера каждые 5 секунд то есть три раза еще будет прерывание срабатывать ну как дот висеть только не не с нанесением урона прерывания но вы поняли вой нервирование теперь имеет 50 процентное снижение дебафа снижение ну тут подразумевается смягчений на 20 процентов до 4 целей набросок внезапный набросок теперь наносят варгу повреждения но не повреждения в смысле а порог который увеличивает урон от всех атак выполняемых вашими челюстями на 150 процентов в течение 24 секунд то есть урон именно который на наносится укусами как я понял в тени дикая царапина и укус теперь применяются применяют два бафа вкус крови и запах крови оба эффекта длятся в течение трех секунд запах крови дает вам стопроцентный критический шанс при вашей следующей атаке на основе когтей то есть при использовании навыков когтей а вкус крови дает вам стопроцентный критический шанс при следующей атаке навыкам челюсти дебаф блока парирования уклонения во и нервирующего теперь накладывается только два раза на одну цель ну и по классам получается на этом у нас все изменения значит далее лут лут крибан и официальные питомцы породы корги теперь отображаются на панели коллекций ровные предмета опыта больше не выпадают из сундука в овз вылал т1 это инст диколесье кажется при использовании увеличительного стекла для крафта ученого и книжного реквизита на хоббитах мужчин теперь отображаются правильно ладно твердорубы теперь правильно держит цыплят ладно чтобы это не значило эмоция подъема теперь будет должным образом отображаться на женщине гноме твердоруба нажатие на пипсы в треке вознаграждение теперь увеличит масштаб отображения до выбранной вехи а ну-ка shift ай но это по-моему было не совсем понимаю что здесь имеется ввиду ну ладно горячая клавиша для призового трека теперь может быть переназначена для ревер трека ездовой конь затененного короля теперь показывает правильную информацию о приобретении на панели коллекции исправлено мифрильное путешествие в на луне тир во время главы 13 5 наблюдение за мертвым городом игроки больше не будут получать уведомления о том что они имеют право на покупку новых игровых новых игровых чего а слотов навыков понятно поскольку эти слоты теперь бесплатно и незначительное исправление в тексте следующих карт на английском языке тролистая пущая рэт луин фарахель шира и известные проблемы то есть то что есть разработчики знают и сейчас пытаются это исправить значки используемые для косметики боевых скакунов включенные в пакеты в before the shadow ultimate и collectors edition являются заполнителями короче это новый пакет донатный который мы сейчас посмотрим эпический пролог пролог неспокойное море не дается грабителям не дается взломщикам высших эльфов после завершения вступления в общем ладно на этом все теперь давайте посмотрим что из себя представляет предзаказ пока before the shadow ну естественно само собой пока что этот набор продает столько за донат есть базовый набор но он стоит 20 долларов кстати не так много здесь мы получаем дополнение before the shadow весь контент и эмоцию эльфийского танца за 60 долларов вы получите ну контент понятное дело дополнительный слот персонажа расширенный набор экспедиции припасов доспехи дуны дайнов получите скакуна дуны дайнов и боевого скакуна пета дополнительного и там всякие бонусные вещи и можно за 100 долларов получить получать все то же самое только здесь вы получаете банк 10 слотов банк потом получаете камень черепаший камень но это для остановки получения опыта кажется ультимет экспедицион суплист те же припасы броня дуны дайнс как он получаем том какой-то черепашки призываемые типа есть еще дополнительная эльфийская броня получаем еще этого это лось получается ездовой лвн старого и панаура ну понятно аура для оружия большой набора но это вот как называется короче мешок куда можно складывать хилки получается вот эта тема и другие бонусные предметы так теперь давайте посмотрим немножко поподробнее значит первый вопрос здесь идет когда станет доступно это дополнение мини-дополнение золо тропойнты да кстати сама это дополнение она нам расскажет историю о создании единого кольца вот мы будем там путешествовать сбора миром в общем увидим а в общем золо тропойнты это дополнение станет доступна аж в марте 2023 года не скоро еще не скоро да и будет стоить 1995 лотропойнтов поэтому кому это надо готовим кошелечки начинаем уже фармить потихоньку тут дальше описывается то что автоматически при покупке будет улучшен аккаунт до этого обновления то есть она зачтется ваш аккаунт но возможно придется перезайти чтобы все применилось вот и далее тут у нас получается идет перечисление всех вещей всех плюшек которые вы покупаете которую получаете при покупке именно с донат то есть телепорт возвращение домой титул и получаете доспехи дуны дайна скакуна но все то что я в принципе называл и вот что интересно здесь для pvmp чисто для персонажей монстров дают какой-то облик appearance если я правильно понимаю то есть или какая-то бутафори или какой-то облик идет с этого дополнения но это только с донат интересно было бы конечно посмотреть далее опять же идут перечисления в среднего пока получается у нас да это у нас получается награды которые будут при релизе выданы то есть дополнительные ячейки банка дополнительная ячейка персонажа телепорт домой вот ну и контент понятное дело окно еще здесь есть перечисление что из себя представляет экспедишен суп лес то есть припасы экспедиции значит есть именно версии за 60 долларов и за 90 до или сколько они там стоили ну короче это самая дорогая версия это средненькая значит здесь дают 4 тома ускоренного получения опыта для добродетелей огромная набор огромная коробка короче с которой можно брать вот эти вот мешки для складирования там мусора всякого ну черепашка призываемая 15000 опыта добродетелей вот среднем паке 5 томов повышенного заработка репутации один том заработка дополнительного опыта для добродетелей 5 томов дающих сто процентов копыту дополнительно ну на один час которая получается вот и 5 равных крафтовых компонентов вот и в общем то здесь показывают визуал то есть тут какую-то цаплю дают очень красивая кстати не знаю прям детализованная доспех классный но это надо к сожалению как минимум 60 долларов расчехлить так что я останусь без доспеха скакун здесь же ниже показывают черепашку оленя вот такого можете приобрести вот она еще черепашка ну и олень тоже вот в принципе и все значит сегодня в четверг я наверное вечерний стрим полутора проведу найти он и пойдем а может быть еще днем будет я не знаю я не уверен посмотрим но не факт что полутора в общем посмотрим как будет это все видно но мне надо в любом случае найти на им сходить я хочу сходить на и тены посмотреть все эти изменения как они непосредственно на игре отобразились ладно в любом случае на этом я видеоролик заканчиваю всем спасибо за просмотр до встречи